Это вторая наша трансляция из этого дворца спорта. Что может быть в команды? У Химика появился еще один тренер, кроме Брагина. Тренер-консультант Владимир Васильевич. Думаю, что тем, кто следит за хоккеем, эта фамилия хорошо знакома, но чуть позже мы об этом поговорим, а пока о составе. Ну что касается состава Воскресенского Химика, то я заранее могу назвать вам первую пятерку. В защите будут играть Олег Кобзев и Александр Женков, и вноводитель Евгений Гаранин, Александр Чебиряев и Владимир Ильин. Ну а пока у нас представляют игроков Московского Динамо. Ильдар Мухаммедов, капитан команды Сергей Петренко. Вот теперь вот так вот будут начинаться все матчи Московского Динамо, причем представляют не только первый состав, а буквально всех хоккеистов, которые выйдут на лед в сегодняшние встречи. Наверное, есть смысл по звеньям прям сразу называть, для того, чтобы любителям хоккея было удобнее смотреть за встречи. Первая пятерка. Защитники Хованов, 21-й, 25-й Манков, 9-й Петренко, форварды, и 33-й Прокопьев, 31-й Анфиногенов. Вторая пятерка. Пятый номер. Защитник Журик, 8-й Трощинский. Форварды. 12-й Кувалдин, 35-й Гарцев, 14-й Харитонов. Третья пятерка. Четвертый Золотов, защитник, и 34-й Трощинский. Форварды. 13-й Белов, 15-й Чубаров, 11-й Атопов. На поле появляется Воскресенский химик. И у нас есть сюжет, который как раз и рассказывает о том, в каком же положении находится хоккейный клуб из Воскресенска. И я верю, что в России есть сюжет. Дорогие господа. И начало нас. Ну что ж, практически все команды находятся в не очень хорошем финансовом положении. Я имею в виду и Динамо, и Спартак, и Александр Кхаванов, и Андрей Марков в защите. Андрей Марков в прошлом сезоне играл в составе Воскресенского химика. И напомню, на молодежном чемпионате мира он был признан лучшим защитником. Так что можно посмотреть, как он смотрится в составе Динамо. Это и 14-й. Кстати, Воскресенцы играют в три пары защитников сегодня. Ну что касается матча московского Динамо-Соска, там когда ситуация обострилась, Зентула Велединов тоже. Гол! Очень быстро московская Динамо открывает счет. И первая шайба побывала в воротах голкипера-химика Олега Лаврецкого. Александр Прокопьев принимает поздравления своих партнеров. Именно он бросал от борта и... Вот смотрим еще раз этот момент. Вышел один Александр Прокопьев и, судя по всему, немножечко потерял ворота Олег Лаврецкий. Очень уж далеко он выкатился вперед. Я бы сказал, жестче. Не немножко потерял, а множко. По сути дела оставил открытым дальний угол. Вот да, Прокопьев четко и пошел шайб. Итак, 1-0. С начала этой встречи Динамо уже повели в счете. И сейчас за задержку соперника Клюшкой удаляется игрок Воскресенского химика. Сбил он Алексея Трощинского. Под 16-м номером в составе Воскресенского химика играет Игорь Бахмутов. Вот это тот хоккеист. Слезовый от лишнего игрока выходит в звено Карцевым. Сзади Трощинский и Журик защитники. И два крайних нападающих. Это Александр Харитонов и Александр Кувалдин Трощинский. Отдавал шайбу партнерам. Там много было хоккеистов на пятачке, но никто. Петренко, Прокопьев и Максим Афиногенов. Петренко! Хороший пас не смог замкнуть эту передачу Александр Прокопьев. Да и Лаврецкий немножко изменил направление полета. Шайб подставил клюшку. Есть еще время у Динамс, чтобы попытаться поатаковать. Вот я вижу там уже Андрей Марков пытался идти к воротам, но надо... Опаснейший момент. И счет становится 1-1 у нас. Это Владимир Ильин сравнивает. Но мы можем сказать, что Владимир Ильин и Евгений, но Петренко. Да, там и Петренко, и Андрей Марков. Кстати, Петренко и Марков, наверное, может посетовать Зенатула Белялитинов, но их не слишком активные действия против... А Трощинского просто в данном случае не видно. Он в нынешние война. У Динамсов сейчас играет Белов, Антрофов и вместе с ними Артем Чубаров. Валерий Белов лучше бомбардир Московского Динамо в межсезонье. Ореховский пошел вперед, Белов. Кокарев, Дмитрий Кокарев, молодой защитник. То есть буквально в последних турах он потерял преимущество очковое и пропустил вперед Динамсов. Кимик идет вперед. Бросок делает шайбу после дальнего броска Владимира Уманова. И Сергей Петренко против него капитан московского Динамо. Кимик, тем не менее, шайбу выиграл. И опять никого из защитников Динамо не было. Мухаммедов выручил, потому что два броска с ближней дистанции великолепно молодец Максим Афиногенов. В матче против СКА он очень часто устраивал такие индивидуальные проходы. Проход Максима Афиногена. Нельзя сказать мощный, наверное, острый. Так будет более правильно. Прокопьев. Афиногенов. И начинает возить защитников. Бой, если б попал. Журик там оказался на острее атаки. Удаления не будет хотя. Но оказался на льду хоккей с московского Динамо. И снова Алексей. Требует удаления. Да, но Алексей Горский не идет на поводу публики. Харитонов назад, и никто не смог бросить. В последние 80-х годов из Тольяттинской лады. Тогда он был лучшим бомбардиром Тольяттинского клуба. А это вот опаснейший момент у ворот Эльдара Мухаметова. Не слишком удачно вписался в состав московского Динамо. А вот теперь есть у него шанс сыграть более удачный. Вот кинжальный проход Максима Афиногенова. Ну, чуть он шайбу отпустил и бросить поворот. Да, тем более, что вернулся в состав Казанского Акбарса Андрей Трифилов. Идет обратный отток. А это уже Лев Бердичевский вышел из-за ворот. Можно бросать и Лаврецкий ловит шайбу. Ухимика, Солдатов, Уваров и Алексей Крутов. Петренко и подключается. Не смог завести буквально шайбу в ворота Александр Проксер. Санкт-Петербургского АСКА Максим Соколов. Он был признан лучшим игроком в той встрече. И сказал, что первая пятерка у Динамо смотрится очень даже неплохо. А это Харитонов, Кувалдин вместе с Денисом Карцевым. Атакуют уже Журик. Большая рокировка. В предсезонье наигрывался состав Чубаров, Белов, Афиногенов. Ну, вот Афиногенов пошел на повышение в первую стройку. А Николай Антропов его в этом составе заменил. И вот... Да, действительно, защитник молодец. Точнее, даже не защитник. Это Владимир Солдатов, нападающий. Логинов. И снова вот так вот мощный Николай Антропов Сначала обрушил соперника, ну, а затем воскресенцы его свалили на лёд. Причём арбитр в свистоке его молчит. Сказать, что возвращается всё на груди своя. Прошкин бросал. Михаил Иванов. Ай, какой пас и никого из партнёров. Ну, и в результате шайба оказалась в средней зоне у Андрея Маркова. Тринадцатая минута заканчивается. Вот Андрей Марков. Молодец! Но не совсем. Но Лавренский в первую очередь молодец. Но мы, наверное, ещё раз увидим вот этот проход Андрея Маркова. Наконец-то он... Ну, буду говорить, так блеснул. Вот, посмотрите, проскользнул между двух хоккеистов Химико и не смог поднять шайбу. Потому что всё выиграл шайбу. Для себя лично. Но решил сразу же её выбросить из зоны Харитонов. Динамо всё-таки атакует. Молодец Харитонов! И шайба могла лихаше. Поэтому от конька Дениса Харцева один-один пока ничья. Александр Журик. Это вот Александр Харитонов. Убежал он от своего соперника. И там Кувалдин, Харцев. Играли на добивании. Не столько на добивании, сколько, так сказать, на толкании. Показатель более высокий, нежели у Белого-Голубого. Бросок неточный. И тут просто выбрасывает шайбу в зону. В расчёте на то, что поборется нападающие. Поборолись их в ближний. Угол бросал Вадим Гусев. Ну, я смотрю... Ну, я смотрю, всё-таки какие-то химика полегче в любом столкновении. Практически вверх берут Динамовцы. Они действительно помощнее. Они игроки не силового плата. Практически не один из них. И снова рвётся Максим Афиногенов. Хованов. Афиногенов. Отлично. В очередной раз обыграл защитника и очередной ему бросок с поворотом. Это специально ли тренирует Максим Афиногенов. Этот, так сказать, приём, но падает. Он всегда очень красиво. Но здесь, конечно, было совершенно чёткое нарушение со стороны Женкова. Вот обратите внимание. Ну, вот красиво так в полёте. Сразу Жорик бросал Харитонов, Кувалдин и Харсов. Харитонов. Тоже очень старается Александр Харитонов. И шайба Врешского пытался добить Александр Кувалдин. Неплохой Кокис давно уже играет в московском «Динамо». Вот Алексей Гворский за игру высоко подняться и клюшкой кого удаляет. «Динамо» виднее. Мы, наверное, сосредоточились. Белов молодец. Вот смотрите, два хоккеиста химика его атаковали. Он даже пас сделал. Зрите. Потеря просто. Динамо в полном составе. И пять секунд до окончания первого периода. Чисто Бахмутов. Бахмутов ну почти выиграл сбрасывание. Нет. Никто так и не смог бросить из хоккеистов химика. Хотя попытка попытка атаковать ворота Эльдара Мухаммедова была. Ну что же, у нас после первого периода счет пока ничейный. 1-1 против Санкт-Петербург с Каваска. И два запасных нападающих. Это Александр Степанов и опытнейший Андрей Попугаев, который тоже вот вернулся после многолетних скитаний в состав московского «Динамо». Причем Андрей Попугаев играл вместе с Зинатулой Белелетиновым. Причем играл ну в то время Белелетиновым был действующим игроком, уже опытным защитником. Андрей Попугаев был молодым 20-летним форвардом. Но вот пока бывший одноклубник, ныне тренер, не выпускает Андрея Попугаева на площадку, держит его в запасе. Наверное, как тайное оружие. Может быть, потому что в составе Спартака Попугаев смотрелся очень даже неплохо. Да, очень активно. Ну, может быть, там травма какая-нибудь вдруг. Афиногенов и очередные две минуты на Максиме Афиногенове, Афиногенского химика отправляется на скамейку штрафников. Затолчок в спину. Очевидно совершенно. вот вы видите. А так я говорю естественно, потому что вот эта вот тройка, где играет Уваров, солдатов и Алексей Крутов, но он такая мощная, рабочая, что называется, тройка. Хоккеисты все цепкие, могут и обороняться, и атаковать, но в данном случае они в обороне. И отбились в синюю линию на Александра Кувалдина, но не очень точно. Снова Александр Журик. И Александр Харитонов выходит один на один, запускает шайбу выше ворот. Причем намного выше. Но постарался от души Журик. Появился уже Михаил Иванов на площадке, Харитонов остался, Валерий Черный им помогает. Иванов. Александр Журик сам будет бросать? Нет. Рощинский хорошо шайбу убрал, но продолжение-то какое будет? Там уже чуть ли не по своим защите воротам бросал Виталий Дрын к тому, что сейчас динамовцы обрушат на него кучу бросков. Это выход Александра Харитонова. Мне кажется, все-таки шайба задела щиток Олега Лаврецкого, потому что судят и Афиногенов. Афиногенов очередной проход. Ведь уже даже касаться боятся этого форварда защитники Химика. Но ведь вновь сам бросал. Не отдавал партнера. Марков И бросок не точен Хованов. Вдоль ворот никто не смог клюшку подставить. Сейчас от Маркова Евгений Гаранин. Неплохо. И бросок отбил шайбу Олег Лаврецкий. Но атаковал Максим Афиногенов. При таких нагрузках тяжеловатым будет последний по крайней мере 20 минут. отлично. Артем Чубаров отдавал Антропову но по-моему и пас вперед. Бросок хороший Владимир Уваров оту динамовца. Иванов бросок не бросок тем не менее опасность была Гердичевский. Иванов набрасывал как привычные для него с привычной для него хитростью. Бердичевский и солдат оквели борьбу но скорее наверное можно сказать что выиграл и Бердичевский сам бросает в ближний угол отбил Лаврецкий Иванов тоже бросок сразу же поворотом черный а Бердичевский уехал от шайбы но тем не менее за опасную игру высокоподнятой клюшкой хоккеист химикой отправится волею Алексея Горского на скамейку штрафников еще один шанс у Динамо могут попытаться резавочист на перевес и Александр Женков ему две минуты вот Валерий Черный там вел с ним борьбу и да нарушение правил было явное да тем более там вот сейчас Александр Прокопьев видимо забыл о новом правиле он так цеплялся за кратную линию и видите отличный шанс был опять у Андрея Маркова и вот там правда чуть-чуть цепляли может быть это ему и помешало молодец защитник Химико лег под бросок это Сивов Марков бросок где шайба а шайба у Олега уже у него был шанс в этом матче поразить ворот своих бывших одноклубников но посмотрите снова между двумя защитниками и вот видите зацепили немножечко притормозили а во время такого выхода по-моему любое вот противодействие со стороны соперника все-таки немножко сбивает с толку промахнулся Андрей Чебиряев на вбрасывание а Кобзев в защите вместе с ним Владимир Ильин и второй защитник у Химико Андрея Логина они обороняют свои ворота Харитонов Трощинский бросать будет нет Харитонов шайба до Дениса Карцева не дошла сквозь чистокол клюшек Журик Трощинский снова обыгрывает нападающего красиво падает но Алексей Егорский считает что этого мало для того чтобы удалить хоккеиста из Воскресенска на 2 минуты Трощинский без шлема но это не мешает ему контролировать шайбу в своей зоне ну а гости в полном составе Антропов хорошо отдавал Трощинский молодец Алексей Трощинский но вот видите может быть главный арбитр был несколько неправ когда не удалил хоккеиста Химико за прием против Алексея Трощинского а тот решил самостоятельно с Химиком с гостями расквитаться но получилось на сей раз Молодец конечно Алексей Трощинский но нужно отметить и Николая Антропова который отдал ему шайбу и Карцева с Харитоновым которые ну практически сковали там защитников и они практически не мешали Алексею Трощинскому обыгрывать Лаврецкого 2-1 Динамо впереди Бахмутов Королев очень неплохо и очень хитро действовал Сергей Королев вроде бы показал что идет за ворот а бросил ближний угол продолжает он контролировать шайбу и Динамовцы может получиться опасная контратака Белов пойдет в обыгрыш не смог уйти от севого но шайбу у себя вот пока оставил Белов нет мы уже говорили о том что в Спартаке Андрей Попугаев был в первой тройке и смотрелся очень неплохо а Олег Лаврецкий парировал между прочим наверное в паре с Андреем Марковым будет выглядеть неплохо Марков Марков будет больше атаковать а Максим Афиногенов забьет свой гол нет но не везет Максим переместил свое зло Максим Афиногенов вот 9 голов и 5 передач в 37 играх но это в прошлом году такие были показатели у Максима Афиногенова вот ну и все вроде бы тоже делал правильно раскачал голкипера бросал противоход но слишком сблизился ну молодой еще парень в конце это концу играющих в этом чемпионате превзойти результаты прошлогодних бомбардиров потому что и Тарасенко и без укладников Влади были действительно бомбардирами а Московская Динамо продолжает штурмовать ворота Химика 2-1 в пользу хозяев поля в пользу московского Динамо ну и естественно не успокаиваются белоголубые на достигнутом надо выигрывать не просто брать 2 очка а называется с запасом Королев его не использовать в играх национальной хоккейной лиги а вот отдать Динамо дабы оперился этот молодой достаточно талантливый форвард ну вот сразу талантливый я сказал достаточно талантливый поосторожнее вот этими определениями такими антропов нет это был Артем Чубаров а антропов шел на добивание ну я уже начинаю понемножечку болеть за химик дабы как-то игра все-таки у нас была более интересная я понимаю чувство болельщиков московского Динамо все нормально команда атакует выигрывает счете но химик должен все-таки не только проход Афиногенова а это всегда красиво если действительно хоккей что-то умеет и более того у него это получается не просто на тренировке а в игре то это всегда красиво и так всегда зрелищно я согласен вот пока химик у нас атакует и там Александр Хованов лег на пути шайбы неплохо и снова вперед шел Андрей Марков удаляет хоккеиста химика с площадки Владимира Ильина нарушил он правила вот смотрим еще раз этот момент атакует Андрей Марков и вот так вот мощный удар не по клюшке а по рукам Маркова нанес Владимир Ильин во второй 20 минутке 2-1 Московская Динамо выигрывает имеет численное преимущество и Александр Харитонов вырвался на оперативный простор и бросил Лаварецкий очень спокойно парировал эту шагу Журик Кувалдин молодцы защитники Динамовцев чтобы чтобы войти в зону и там поатаковать вот видите как медленно и несколько печально вошел в зону Лев Бердичевский тем не менее шайба у Динамо Трощинский Черный то бросать то будет Ай Бердичевский возле пустого угла но шайба тут у него не дошла да и защитник уже игроки Воскресенского Химика 15 секунд осталось играть в меньшинстве Воскресенцам и мощный удар Женкова по шайбе средняя зоня на Упокарева Вот молодой защитник Динамо атаковал там же пошел на добивание смело смело и огонь какой красивый гол согласитесь красиво что красиво то красиво бросок сходу без всякой обработки на очень неудобной для голкипера высоте низом послал шайбу в ворота Николай Антропов как раз диктор только объявил что пошла последняя минута и тут же счет стал 3-1 использую Динамо но не знаю болельщики Московского Динамо уже очень любят Максима Афиногенова а что касается Николая Антропова то ему еще предстоит зарабатывать себе авторитет но если подобных голов он будет забивать больше и чаще то я думаю что народная любовь и уважение ему будут обеспечены 3-1 в пользу Московского Динамо и последняя минута второго периода у нас идет более или менее опасных моментов создали они ворот Динамо это раз-два и обчелся в прямом смысле этого слова да совершенно верно а вот Динамоцы в очередной раз атакуют удалит нет не удалит горских хоккеистов воскресенского химика более того гости имеют шанс на контратаку но да все равно ничего не получилось просто был бросок Владимира Ильина от кто-то сделал но с другой стороны я не помню игрока который сказал что нет мы в третьем периоде вообще опустим руки не будем играть и проиграем за счетом 1-18 да правильно но я помню команду включая скажем Металург Монегдогорский который очень рационально действовал если он проигрывал то он силы не тратил в третьем периоде посмотрим что будет с воскресенцем по крайней мере Динамо начала по-прежнему активно конечно же настроение вот видно нам отсюда сверху тренеров и Динамо и Воскресенска то есть настроение Брагина конечно же не то что у Белеледина Кувалдин пошел вперед от защитника укатил и пас отдавал на Александра Харитонова Журик Харитонов за шайбой побежал и и защитника по пути обыграл отличный гол ну что шайбу-то забросил Денис Харцев вторую в этом сезоне он уже отличился в матче со СКА из Санкт-Петербурга но благодарить он должен Александра Харитонова потому потому что практически момента сделал именно этот форвард московского Динамо не умаляя при этом заслуги Дениса Карцева который нанес сделал точнее решающий бросок 4-1 в пользу московского Динамо и вы видите этот момент получил от Харитонова шайбу Карцев буквально перед пустым углом а там Александр Харитонов вот своими вот этими пируэтами окончательно запутал Виталия Дрындина который на ровном месте упал и вот Харитонов этим оперативным простором в полной мере воспользовался точной пасой 4-1 сейчас на площадке Валерий Черный Михаил Иванов и Лев Бердичевский то вот Денис Карцев который вообще-то не блистал в составе Динамо особой результативностью не в прошлом чемпионате не в предсезонный период вот в двух матчах дважды уже поразил ворота соперников Золотов снова Роман Золотов с шайбой и ошибаются защитники Воскресенского Химико и снова ну вот Лев Бердичевский копия была шайба предыдущей абсолютно весь матч мы как бы выговаривали этой тройке в конце концов она вот раскатила оборону Воскресенского Химика причем так неспешно спокойно не торопясь но гол забит да и не успел там вы видите сейчас и Олег Кубзев вся первая тройка нападения московского Динамо преимущество одной из сторон очень велико обычно не очень интересно но Динамо действует красиво вот ведь сейчас Александр в составе московского Динамо поучаствовали в результативных атаках на ворота Воскресенского московского Динамо промахнулся получил шайбу ну просто она полетела мимо ворот у кого-либо из игроков обороны вот здесь более активен в атаке Олег Ореховский Белов и Патай поймал шайбу рукой Николай Антру посмотрим исход матча конечно есть остается вопрос кто еще отличится у Динамо да ну вот видите бросил сам себе шайбу Николай Антропов она там запрыгала клубы из города Липецка дебютанту суперлиги это конечно химик не красит несмотря на то что я бы не говорил такую фразу не красит что значит не красит ну во-первых сейчас дебютанты такие там игроков столько отнюдь не дебютантов что это еще ни о чем не свидетельствует потом еще раз повторю ну что кто отличился отличился Александр Прокопьев это его вторая шайба в этом матче но что сказать классический выход классический обыгрыш классическая завершение может быть как трик сделает обратите внимание интересная такая штука форма у Александра Прокопьева на спине у него номер 32 а на рукаве обратите внимание 23 ну что ж пришили перепутали когда пришивали все бывает и и Андрей Марков 2 25 а Александр Прокопьев ну вот Андрей Сергею Королеву и Денис Харцев пошел вперед бороться и демонстрируют красивый хоккей не будем так сказать вдаваться в детали почему Химик не может возможно после окончания матча да Тамарий Кореховский пошел вперед к воротам а его догонял по-моему Алексей кинули ворота вместе с Олегом Лаврецким нет 18 номер Химика это Владимир Солдатов и неточный пас защитника Воскресенского Химика того гости пошли в атаку и более того очень красиво достаточно разыграть отправился на скамейку Штубляков за удар Ловкин А вот посмотрите у Максима Афиногенова то штрафа в прошлом сезоне было в 37 матчах 53 минуты спуску не дает соперник задачи так у Химика остался Попов Бахмутов и Сергей Королев Королев снова шайба у Сергея Королева и пас кому пас пас был пилсменица Игорь Бахмутов Чебиряев Бахмутов через защитников Логинов Бахмутов сам бросал Игорь Бахмутов попал Кокарева Максиму Афиногенову Химик продолжает атаковать более того опасный момент может возникнуть и Динамо уже в полном составе более того Максим Афиногенов сейчас Алексей Крутов он продолжал владеть шайбой но до поры до времени Бердичевские вот появился Александр Степанов под 24 номером Ну что нормально сегодня сыграл Эльдар Мухаммедов Нормально я скажу это очень трудно для Вардая практическо стратегических вариантов вряд ли тренер опробует Ну вот Алексей Егоров отражает шайбу уже откровенно доигрывает но в этом случае особого рвения пока ни те ни другие не проявляют ну все уже совершенно ясно 6-1 в пользу московского Динамо Гусев Андрей Панамарев сейчас на вбрасывании и вместе с ними вот под 11 номером играет Евгений Пастернавский это состав Химика Хоккейст такой стойкий несмотря на молодость Степанов Степанов играет вместо Максима Афиногена Химика те надо отдать им должное этим послаблением воспользовались во всяком случае атакуют и судья не заметили как Чебиряев ударил соперника там сталкивались сейчас Александр Журик он поехал на скамейку штрафников а вот Александр Чебиряев поскольку и пойман и не вор да но в результате Динамо в закатах и вместе с ними Владимир Уваров такая боеспособная тройка все-таки нападение в составе Воскресенского Химика Прошкин сам пошел вперед Бердичевский Прошкин его поддерживает получает шайбу хотел сыграть не просто красиво и очень красиво Королев и последние две минуты сегодняшней встречи 6-1 по-прежнему Московская Динамо выигрывает у Воскресенского Химика без особых проблем и у Химика продолжает атаковать усилиями Игоря Бахмутова и шанс у Михаила Иванова не смог не спасных Химика но вот посмотрите этот момент Лев Бердичевский отдает Прошкину тот хотел вернуть быстро шайбу Бердичевску но кстати молодец Олег Лаврецкий он щитками преградил путь шайбы а затем после броска Валерия Черного Петренко мощный бросок издалека осталась шайба пока еще в зоне Воскресенского Химика Петренко Прокопьев вместе с ними кстати Александр Степанов Петренко Петренко Химик атакует ай-яй-яй-яй-яй ну ошибся немножко Хованов сможете нам провести еще одну атаку или уже желания это особого судя по всему нет нет пас получился Кувалдин и бросил сразу поворотом да был без скорости и так все игроками ну и естественно Олег Лаврецкий в Химике и все-таки Максим Афиногенов признан лучшим в составе московского Динамо ну что можно сказать наверное все нормально Олег Лаврецкий действительно лучший в составе Химика несмотря на 6 пропущенных шайб ну а Максим Афиногенов насолировал два периода в общем-то сохранял более-менее так